Телеканал КРТ представляет В общем, да, о картинах, ну надо сказать спасибо, что человек приобщает нас во время карантина к искусству, ну разве нет? Ну вообще на самом деле... Мы же можем зараз поехать в Видень, выпадать каву, подавить оперу, правильно? Да, 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 будем заразамкнуть все. Смотри, вообще на самом деле Порошенко устроил троллинг 80-го левла, всех вот нас, нашей страны и вообще вот человек, который, ну я не помню фамилии, я скажу так, что Порошенко в итоге сам у себя купил картины, правильно? Потому что это были офшорные деньги, он купил коллекцию, заплатил, да, официально около 5 миллионов или миллионов, по-моему, да, долларов за эти картины, потом эти картины выставил, когда на него там надавили, он выставил, выставил в золотых рамочках вот эти вот платеж недоручения, но платеж недоручения были зарегистрированы на фирму, которая являлась окончательным бенефициаром Рошена, Липецкой фабрики Рошен и вообще в принципе всего Рошен. Это случайность, я понимаю, это случайность, но Порошенко таким образом нас всех с вами заткнул за пояс и патрулил в очередной раз. И особенно после того, как вышел последний перечень Forbes, да, где Порошенко занял почетное третье место, заработав за годы президентства и вообще за последний год от 100 миллионов до миллиарда долларов, и это мы еще не будем точно говорить. Потому что он потерял Липецкую фабрику, у него разорилось несколько предприятий, но он заработал, в то время как Ахметов, извини, потерял 10 миллиардов. Я не говорю, что он классный, но сам факт. А институты не умеют породиться за людину, яка в ци складные часы, в ци знаходить в собі сили, знаходить в нас ресурсы для того, чтобы... Ну вот теперь его слоган дополнился. Армия, вира, мова, друга месяца Forbes, правильно? Так. Да, и называется «Учитесь вот эти вот козлы, не умеющие зарабатывать из Forbes'а, как правильно любить страну, точнее, бывать страну». Ох, ну да, сам и так, нормально, нормально. Теперь ни слов не выкинешь. Да, душа, коли просить, можно и надеяться. Так душа в нашей стране просит постоянно, очень сдерживать себя пытаясь. А вот хотелось бы тебя запитать наступно. Деякі люди кажуть, що взагалі оця вся ситуация с картинами, вона була спеціально зроблена заради того, чтобы мы не звертали увагу на ті перемовни, які проводив пан Петро Олексійович с Байденом. От дійсно, зараз ми не чуємо серед наших каналів розмови, щоб ми поверталися до того питання. Ну, почему? Вызывали ж його на допросы по двум делам. То есть по делу с Байденом и по вот этому вот делу. Ну, на допрос он не пришел, потому что выставку открывал. Вот это еще одно доказательство троллинга 80-го левла. На всех, извините, положил большой и толстый список Forbes. Не знаю, как по-другому сказать. То есть человек просто наплевал, наплевательски относится ко всему. Ну, и давайте будем честными, ну, никогда они его не посадят. Потому что вот эти вот 75, которые голосовали против него сейчас работают на вот эти 25, которые голосовали за него. Ну, то есть ты не веришь в то, что пан Зеленский, когда он на начале своей каденции сказал, что будет сажать и сказал, что вырок, ну, да, он тогда точно не сказал, кому сам он вырок. Ну, мы теперь-то уже знаем, что нам, правильно? Что вырок нам. Ну, вот прям так, маньяку просвету. Ну, я никому не верю. Я сама голосовала за него, потому что я голосовала прозив Порошенко. Но теперь понимаю, что за кого бы я не проголосовала, ничего бы в нашей стране не поменялось. К сожалению, мы только потратили бешеные бабки на выборы. Вот и все. А Зеленский много чего обещал. Он обещал по поводу квот на телевидении. Но последнюю новость, ты же как человек, который работает на телевидении, знаешь, да, о том, что Нацрада во главе с Герасим Юг всем выкатала претензии. Мы чудово-то знаем. Мы недопрацевуем. Недопрацевует. То есть он раньше говорил, что будет изменяться квотирование, а теперь претензия по поводу того, что вы не перевыполняете норму украинского языка. Я вот прям, зная украинский язык, не хочу принципиально переходить на украинский язык, потому что гидко. Извините.